Всем огромный привет! Минут через 30 приедет моя мама с Ниной. Мы уже заждались их, заждались. Лисюнька спрашивает каждый минут 5, когда приедет Баба Лена, когда приедет Баба Лена. Так, сейчас бежим на кухню. Ну, Леша, да ты обломал меня! Я-то думала, он к холодильнику, а он взял там, спрыгнул. Сейчас обойду, покажу вам, что Леша делает. Леша варит супчик том-ям. Здесь у меня куриный бульон варится. Вообще, по рецепту соль не добавляется. Добавляется только соевый соус. Для нас, Юля, это вообще не солено. Поэтому мы ложку соли всегда, я точнее, ложку соли всегда добавляем. Сейчас сварится куриный бульон. Здесь у меня размораживаются... Как их эти? Устрицы или что это? Мидии. Мидии и креветки. Сейчас все это пока размораживается. Пока размораживается, я подготавливаю для том-яма грибы. Здесь продаются вот эти королевские, их не грибы, специальные для том-яма. Ну, говорят, типа, они ароматнее, они вкуснее. Ребят, нифига они не ароматнее и не вкуснее. Они, когда их бросишь в воду, а потом их начинаешь кушать, они деревянные, они резиновые, их не прожевать. Поэтому мы покупаем шампиньоны. Аромат от них обалденный. И варятся быстрые и мягенькие. Очень вкусно. Значит, помидорки черри. Что у нас? Имбирь это? Нет, это корень галангала. Я даже не знаю, что это такое. Это корень галангала. Потом, что у нас? Лемонграсс. Лемонграсс. Лайм. И этот, камфорный лайм. Вот, еще у нас идет перчик чили обязательно. Я думаю, что более двух стручков, ну, не надо. Хватит этого достаточно. Тем более, они не привыкшие к острому. Да, и мы особо не тайцами не стали. Поэтому хватит вот этого. Вот как-то так. Молодец. Умничка, давай. А, забыл еще про очень важный ингредиент. Тай чили паста. Очень суперская штучка. Без нее том-ям, не том-ям. Не том-ям. А еще, и еще один ингредиент. Я опять же таки забыл. У меня в холодильнике стоит, как он называется-то? Ты же забыл. Белый это как молоко. Сливки, сливки. Но сливки специальные, кондитерские. Вот, их сейчас надо будет мне достать. В микроволновочке немножко подогреть. И уже теплый мне потом вливать в суп. Важно. Леша том-ям здесь именно научился готовить. Куахини в Таиланде. И готовил, наверное, раз в пять или шесть. Очень вкусно получается у него. Машины еще не видно. С удовольствием кушаем. Но я люблю его, когда он только свежеприготовленный. Вот так. Алиса, приехали, приехали. Лисенька даже по стеклам бежит. Привет. Любимки мои. Привет, любимочки. Леша, кто будет торговаться? Привет, моя Зоя. Привет, моя лапа. Смотри, дуракон. Ты соскучилась? Машка хочет остановиться, не может. Ой, шопинговались, да? Да. Молодцы. Шопинговались. Мам, какая юбка красивая. Да я и сама нечего. Спасибо, папа. Капунгка. Пойдемте. Сознала, что у нас дома с Сипатома. Что? Сипатома. 18. Сипатома? Если вы хотите, я возьму сипатома. А, нет, нет. Стоит очень большой. Леша говорит, что дешевле заказать ему, чем это. Он грабом пользуется. Ну, это типа юбера. Ну, нас, да, видишь, у нас в отеле. Ну, вы же девушки, вы что будете торговаться? Нет, мы в отеле вызывали, да. Нам в отеле сразу сказали, какая будет. Конечно. Девушка живет, да? Альдо. Нина, это ты Альдо купила? Да. У меня белые такие были, Альдо, только не тканевые. Юля, они вообще мега удобные. Я вообще дофига чего купила. Мама, вы собрались меня одно отправить. Я вот сейчас еду и думаю, боже мой, как бы я одна ехала. Так, так. Хорошо, что Нина со мной поехала. Ну, мы бы тебя в Бангкоке встретили ночью. О, длинненькая моя. Да, кстати, Кэм предлагал, чтобы он тебя встретил. Нет, тогда бы я не пошупилась. Ой, как прохладненько, хорошо. Мама, смотри. Боже мой. О, боже мой, какая красота. Боже мой. Чья комната будет моя. Иди ко мне, любимая. Мама, зайди там в комнату. И там еще одна. Три кровати, я буду прыгать с одной на вторую, на третью. Зайди, зайди на другую. Можно я останусь здесь? Навсегда. Навсегда. Мы же доехали до Юлечки, Леша. Всем привет. Всем привет. Что хотела сказать? Пол холодный, снимать обувь не обязательно. А, ну я устала ехать. Я в обуви хожу. Да, не, ну я тоже. Кому как нравится. Боже ты мой. Нравится? Боже ты мой. Обалдеть. Мам, ну это не в номере сидеть два на два. Ну мы в номере и не сидели. Нам никогда было. Не, ну я вообще говорю, что цена как за номер в отель. Девочки, это нечто. Это нечто. Это нечто. Ой, ноги отекли, еле еду. Ой, ром тур. Ой, ром тур. Ой, ром тур. Это очень рада нас встретилась. Баба, подожди. А ты знал один секрет? Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам. Это для ключиков. Да, и посмотри баба. Смотри, как красиво оформлено. И были еще почищенные, упакованные типа. И там вообще ужас тихий. Зайдешь в отель с дурианом, штраф. Ну, я знаю, что его никуда нельзя. Да. Так, в общем решили мы чаек попить. Да. Я еще не готов. Баба Лена душ принимает. Вот, вот сидим. Мама с Ниной привезли чинобончики. Я их не буду есть. Не будешь чинобон? Почему? Не хочешь? Я не елочки. Они такие вкусные. Они такие свеженькие, такие мягенькие. Татья всю ночь своими ручушками и петли нам чинобончики. Не буду, говорит. Ой, благодатька. Ребят, много показывать не буду. Плавание нежелательно на канале на нашем. Ну, поверьте, мы хорошо отдыхаем и накупаемся сегодня в Доболь. Знаменитый суп Том-Янь. 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 Знаменитый суп. Ну, как у вас впечатление о Том-Янь? Очень вкусный бульончик. Я обожаю. Да, согласна. А с торта внизу, да? Прямо. Ну, спайси. Ну, спайси. Ну, и спайси. Так, одень, одень на голову, пожалуйста. Я сегодня креветки и кальмаров ела. А, вчера она ужин ела. Крабов, кальмаров. Она крабы и креветки на ужин ела вчера. Ой, я тоже сейчас поеду. Пока свеженький, я его обожаю. На второй день он уже не очень. Тут русские супы вкусные. А, Том-Янь только сразу. Ну, что, муравьи не забрались к нам еще? Вот тут один блюдо. Давай убираем. Ну, к этим чинобончикам вашим. Уберю халатин. Которые привезли. Да, уберу сейчас. А вот это яичные, представляете? Ну, я взяла попробовать, но мне как-то не очень. Они не сладкие такие. Ну, просто ради интереса. Что здесь продают? Поешь. Да, Нина, кто? Нежнейший манго. Ммм. Видели, ребят, видели? Маленькие рачки плавают уже. Прям крошки мы их сегодня кормили. Этих лялек. Сейчас, сейчас, сейчас. Пойдемте на свет покажу. Маму кто-то укусил очень сильно. У нас нет финистила. Переки все обрабатываем. Я говорю, мам, ну это вообще кошмар. Не знаю меня пангуки, никто не кусал. У нас у знакомых... Леш, потише, пожалуйста. У нас у знакомых в Таиланде парня укусили за ногу. И домой он приехал, нога была опухшая, уже на яйца начала. Но у тебя страховка, не переживай. Тебе бесплатно. У него не было страховки. А теперь какое число? Он лечился дома. Мама, в Бангкоке закончилась? Да, конечно, у вас до 3 марта. Нина, ну что ты заставишь? До 2 марта. До 2 марта вообще. Не знаю, сидела сейчас и укусила, какая-то тварь укусила. У меня в Бангкоке вообще никто не укусал. Ну, бывает. И что-то я вся зачесалась. Ну, а что, Павла-то все равно сходит? Ну, конечно. И козел, и Маша. У нас селились. Жил-был у мамочки. Доча, Белка или Маша? Так, ну что начинается? Кажется за себя. Нет, я спросил, Белка или Маша? А мама боится, что ли Серегу играть? Кажется за себя. А ты видела, как они играют? Снутри карты открыли, типа играем. Но у нас детское домино. Мы так играем. Че мы будем прятаться? Да, конечно. Сережа, у меня все хорошо, ты не волнуйся. Михалыч, это я тебе, да? Тебе, Михалыч. Он нас не смотрит. Что, Михалыч смотрит, что ли? Ну, Лёва, ты передай ему. Лёва, ты, наверное, нас смотришь. Лёва, да. Сережа, Полик, привет. Видите. С-с-с-с. Ты что? Он сам же заглушный. А, Лис, ты не выносишь мазь, да? Да, да, такая же большая. Кстати, последнее. Там сейчас, Настя, там очереди такие отношения были. Как-то ожидали? Ну, что ты делаешь с лицом? Объясни, пожалуйста. Это Табун. Да. Вы отдали в два раза больше. Ну и школа, не важно. Леша, там много прилетов было, там огромные очереди километровые в этих стояли. Короче, мы приехали. Не, это не она. Да. Да. Концент. Вот это? Пойдет? Да. Голубая розовая нитка у нас. Похлопайте, пожалуйста. Ура! Издевайся, сколько влезет практически. Но у меня вы чувствуете, что это отлично. Мама с Нилей попросили сами еще. Хотя попробую, вот сейчас я ее попробую сделать. Обычно Леша делает. Попробую. Трррррр. Ох. Юля, блин. Ох, ужас какой. Ух. Ну нет, это не принц моей мечте. Ха-ха-ха-ха. Корень сочетает. Вуаля. Ой. Вкусно? Итак, главное... Юлечка его разогрела в специальном. Да. Ну, такой в тостернице. Ну, не тостернице, не знаю, что такое. Очень вкусно. У нас такие почему-то не продают, да? Очень вкусно. Очень вкусный сыр свежий. Юлечка. У них срок годности всего 4 дня, по-моему. Слушайте, мне жаль. Мам. Что, Лиз? Это летучая мышь? Она только здесь летает. Она дальше туда не летает. Дочь, велосипед, пожалуйста, загоняй. Мы еще пойдем гулять. А, вы еще пойдете? Да. Кататься, да? А мы пойдем с Ниной мерить кроссовки новые. Нина мне привезла кроссовки. Да? Ну, пойдемте. Пойдем. В общем, ребят, купила себе кроссовки в Адидасе. Взяла 39 размер. Их не мерила, потому что до этого мерила. И приехала, в общем, в Тай. Взяла их с собой, дома не померив. И оказалось, что мне положили, представляете, в коробку 38 вместо 39 размера. Короче, осталось я без кроссовок. Но думаю, что Юля должна подойти. Будем мерить. Так, а у меня точно такие же кроссовки и такая же история. В общем, я купила. А потом оказалось, что они мне маленькие. И еще оказалось, что у них вот здесь внутри не очень удобно при ходьбе. Ну, если с носком я одеваю, то все они вообще мне малюсенькие. Так что будем сейчас все примерять. И будем думать, куда мы их денем. Просто я, если что, у меня свои. Я поменяю их. Приеду в Сочи и их смогу поменять как раз. Нина увидела себя в камеру. Мам, она вот все. Я вот так вот поднесла. Она до этого нормальная была. Только камера... Да, да. Ну, а что ты? Она сразу вот... Ну, я потому что увидела, что я как урод там сижу. Вы заметили, как Нина? Молодец. Юля, я просто увидела, что я как урод сижу. Молодец. Ну, почему как урод нормально? Короче, и вот просто я, если что, у меня еще не на гарантии. Как бы я их поменяю. Юля, но они меньше, чем твои, однозначно. Ну, а я-то покупала их в Бангкоке. Юля, они меньше, чем твои. Меньше их моих? Да. Ну... А у тебя какой размер? Подожди. 39 написано было. 39. Наверное, даже с половиной. Это, короче, 39 размер. Ну, вот я мерила, которые в Сочи 39 размер. Они мне идеально просто были. Просто идеально. Померь, померь. Юля, в эти даже нога не залезет. Я их в Бангкоке покупала. Короче, здесь написано, у тебя по стельке 245. А у нас 39, который продается в Сочи, идет 255 сантиметров. Вот так. Представляешь? Они нет, они малюсенькие. В твои я не войду, да? Ты в них не войдешь 100%, если ты в эти не вошла. Слушай, они такие маленькие, но это капец. Представляешь? Вот просто у нас идет 39 размер на 225. Так, а у тебя коробка, ты уверена, что от них? У меня коробка и чек есть в этом. В Сочи лежит. Ну, главное, чтобы они в коробку положили нормально. В Сочи лежит у меня. Угу. Главное, чтобы на коробке и сами кроссовки совпали. Ну, потому что вообще капец. Я так расстроилась вообще, ребят. А я что, не расстроилась, что ли? Я, короче, я-то думала, сейчас приеду, буду в тай, в беленьких, ходить в красивых кроссовочках. Набрала кучу одежды, вот просто под них. А мне не с чем сейчас носить эту одежду, блин. Пришлось идти и шопиться, и покупать другие вещи все. Так у меня тоже самое. Я их купила, одела на голую ногу, мне больно. Одела с носком, мне маленькие. Я не знаю, что с ними делать. А ты что их поменять, их съездить? В Бангкок. У меня даже чека нету. Ааа. И уже больше двух недель. Юля, у них вообще у Adidas, короче, гарантия 60 дней. И в течении 60 дней можно менять неношенную обувь и одежду. Я потому что покупала у них штаны, must have называется. Никогда их не берите, у них ужасные. Я просто села в машину, у меня вот так вот пузырями колени просто вытянулись у них. За 10 минут, пока я в машине приехала, я вышла, у меня вот такие пузыри на коленях. Я приехала к ним туда, и они мне без проблем вернули мне деньги и забрали эти штаны. И в течении 60 дней, если вы не носили ни обувь, ни одежду, вы можете поменять. А вообще гарантия на обувь и одежду 2 года у них. Так что у тебя еще есть шанс? Угу. Если в Бангкоке будет штук. Ну или, блин, разыграй и кому-нибудь подари. Я думаю твои подписчицы не откажутся от новых кроссовков. Adidas. За лучшие хвалебные комментарии не ноши. Вы получите кроссовки Adidas. Выбирайте. А ты тоже, что ли, разыгрываешь? А что, можно и разыграть? Если ты будешь разыгрывать, то и свои разыграй. Пускай, носят. Кому-то может пригодятся. Они классные.